Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забывайте подписываться, если вы до сих пор это не сделали. Потому что я смотрю в аналитике, и получается 30% моей аудитории смотрят меня без подписки. Поэтому не забывайте нажимать эту кнопочку. Для вас, возможно, это всего лишь одна кнопка, одна секунда вашего времени. А для меня это очень приятно, когда я вижу новые подписки. Итак, сегодня у нас супчик. Давно у нас не было супов, он с мясом и с фасолью. Я вообще очень люблю супы с фасолью. Еще этот суп обожает просто мой брат. Сколько бы его не готовила мама. Мой родной брат обожает этот суп. Это просто самое любимое, короночек, любимое блюдо от мамы. Вчера я была на вождении. И после вождения я решила сгонять в мол и посмотреть на скидки. Потому что везде всякие объявления. Связанные со скидками. Там Black Friday и так далее. Я подумала, сейчас пойду закуплюсь, куплю себе кроссовки. Пошла в мол, знаете, с таким настроем, что все. Сейчас буду отовариваться. Но на мое удивление, эти все объявления, они не особо сильно оправдывают себя. В магазинах есть, конечно, позиции, где товары со скидками. Но это какие-то летние вещи, которые и так, и так, зимой всегда бывают на скидках. Особо каких-то крутых скидок я лично не увидела. На новую коллекцию скидок нету. А летние вещи мне зачем? Там белье посмотрела, тоже не особо. Большинство вещей все-таки по полной стоимости. То, что они оставляют на скидках, в основном это те вещи, которые ну как-то уже потрепались, уже кое-где не торчат нитки. С какими-то зацепками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, видите ли вы скидки, где вы отовариваетесь в такое время. Я люблю все покупать выгодно, со скидками. Вы знаете, это просто обожаю. Единственное, я заметила на технику. Вот на технику хорошие скидки. Но у нас изначально техника стоит дорого, поэтому скидка там, не знаю, 30% дает нам возможность покупать вещи по реальной их стоимости. И не могу сказать, что в Моллах прям так много людей. Я представляла себе немножко по-другому. Везде уже начались скидки, но совершенно несущественные. Я кое-что, конечно, купила. Ну так, чисто для галочки. Решила сделать заказ на шейн. Там тоже грандиозных каких-то скидок не было. Просто у меня родственница хотела кое-что купить. Ей там по мелочи нужно было. Там бижутерию, какие-то резинки. И она мне написала, что Айка, может тебе тоже что-то нужно. Как раз сделаем вместе заказ. Я начала набирать, набрала корзину. У меня там было 70 долларов. Потом я посмотрела свои купоны. У меня там был купон, скидка идет 15% от 100 долларов. Естественно, я не удержалась. Заказала на все 100 долларов. Надо, не надо. Все покидала в корзину. Всякие мелочи, какие-то колготки. Думаю, где-то через недельку будет видео. Когда я смотрю американских блогеров, я не говорю о ценах, по которым они купили косметику или тот или иной товар, я немножко в шоке. Смотрю на наши магазины, понимаю, что ничего подобного, ничего даже близко стоящего у нас нет. То есть, как таковой ликвидации товара у нас нет. Просто типа скидки небольшая. Ликвидации. наше не тоже миллион уведомлений мне пришло что там скидки зайдите туда-сюда за одну копейку можно что-то купить я не знаю возможно я чуть не догоняю напишите пожалуйста в комментариях может я что-то не так делал ей честно ничего там по скидке особо не увидела да есть флеш распродажа есть скидочный товар но они есть всегда когда в супе мясо есть мне конечно вкус нравится но само мясо и не очень люблю когда мы с братом жили вместе у нас всегда дома был скандал кто будет кушать мясо и супа всегда была война за бульон и он хотел бульон и я мы все маме говорили что давай побольше бульона а мама объясняла что когда бульона будет очень много он будет невкусный как раз таки фишка заключается в том что должно быть много ингредиентов что бульон был наваристый вкусно мама все ругалась говорила опять как пылесосы всю жидкость выпили кто будет доедать обожали вот так вот делать самый вкусный это бульончик наваристый такой такая классная погода сегодня тоже еду на вождение еще мы не проходили парковку но в принципе я могу так припарковаться плюс еще кстати инструктор помогает водить еще на своей машине то есть например 10 уроков я провожу на ее машине а потом уже могу и на своей она просто будет рядом будет направлять показывать как что надо так что когда куплю машину обязательно с ней тоже проедусь где-то уроков 5 наверное ничего знаете я прислушалась к вашим комментариям с одной стороны правильно вот эту машину которую я вожу который машина инструктора она очень маленькая она помещается почти везде то есть габариты очень маленькие просто водить вот эти машины которые хочу я и просто огромная как я буду с этими габаритами правда инструктор говорит это все мелочи потихоньку научишься ну с каждым уроком я прям чувствую себя как-то комфортнее в машине я как-то начинаю чувствовать машину где надо газовать где надо тормозить уже даже без слов инструктора я уже понимаю что надо делать что важно я себе заказала прям зимние хорошие вещи у меня действительно зимних вещей очень мало летних дофига цветов почти нету там у меня 5 цветов что ли очень интересные такие модельки взяла я себе ближайшее время обязательно увидите не забывайте ставить лайки и подписываться с вами была айка пока